Турнир открывают совсем юные фигуристки. Номер полон красоты и грации. Их сменяют юноши. Они тоже на коньках, но в касках и щитках. Иван Горшков на «Сатурне» уже три года. Капитан команды и нападающий на лед его поставили отец и дед в совсем юном возрасте. Хоккей парню так понравился, что с клюшкой он теперь практически не расстается. Привлекает с быстротой, резкостью, ну и, конечно, силовыми приемами. Команда «Сатурны» с промышленного района. Их соперник «Союз» из Октябрьского. Возрастная группа 14-15 лет. Перед турниром юные хоккеисты упорно тренировались. По словам тренеров, молодые люди сыгрались настолько хорошо, что теперь действуют как единый кулак. У нас были сборы, проходили тренировки, считай, каждый день. На все делали, на все упорно. Катание, на броски, на все. Если видим какой-то минус, то дорабатываем и стараемся. Начало игры прошло на равных, однако в итоге у «Союза» кулак оказался сильнее. «Сатурн» пропустил две шайбы в свои ворота и сошел с орбиты. Всего самарские команды до 30 января сыграют 29 игр. Они пройдут в спорткомплексе. Победители в каждой возрастной группе примут участие в областном этапе. Турнир проводится в рамках всероссийских соревнований клуба «Золотая шайба» имени Анатолия Тарасова. При Волжском федеральном округе спортивные состязания проходят под патронатом Палпреда президента России с 2014 года. Руслан Шарипов, Дмитрий Столяров. Новости губернии.